Так, а секунду, неправильно Теперь все правильно Так, проверка Все работает, да? Ладно Здравствуйте, дамы и господа С вами Александр Шадов Кандидат философских наук И мы продолжаем наш лекционный материал Да, 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 да Лекция про прагматиков Лекция довольно большая Комплексная Серьезная Будут упоминаться не только Классические прагматики Такие как Пирс Такие как Джеймс Такие как, соответственно, Дьюи Это совсем классика Они тоже Они тоже, безусловно Мы с них и начнем Но помимо них будут упоминаться Их последователи Огромное количество людей Которые испытали влияние прагматизма Как, в принципе, философского течения Ну, как, соответственно, такой философской стратегии Традиции Как угодно это можно воспринимать в данном случае В общем Поехали Давайте начнем с того, что мы разберемся с тем Что такое все-таки прагматизм Наверное, неплохо было бы с этого начать Прагматизм Это философское течение, возникшее в конце 19 века в США Которое ставит в центр внимания практическую значимость идей и утверждений Главная идея прагматизма заключается в том Что истина, идея или теории Проверяется ее практическими последствиями И полезностью для решения конкретных задач Ну Комментариев я не буду давать Основные положения прагматизма Истина как функция практики Истина не является статичной Она меняется в зависимости от того Насколько хорошо та или иная идея работает в реальном мире Знание как инструмент Теории и концепции Это инструменты для действия А не абсолютные истины Они полезны до тех пор Пока помогают достигать целей Отказ от метафизических абстракций Следующая позиция Прагматизм не склонен к отвлеченным философским спекуляциям Он сосредоточен на реальных проблемах И практическом опыте Эволюция идей Идеи развиваются и меняются с опытом Их ценность оценивается по способности адаптироваться к новым условиям В общем еще разок Основные положения прагматизма Истина это функция практики Знание это инструмент От метафизических абстракций мы отказываемся соответственно Всякие отвлеченные спекуляции Сами по себе нам не особо нужны Ну и соответственно идеи эволюционируют в соответствии с нашим опытом Ключевые представители прагматизма Чарльз Пирс, Уильям Джеймс и Джон Дьюи Ну я их уже перечислял Это действительно фундаментальные авторы На них все базируется На них мы постараемся остановиться поподробнее Хотя сама история неопрагматизма Уже даже там прагматизма Неопрагматизма Людей испытавших серьезное влияние прагматизма Она довольно богата Так скажем Их немало Вот этих самых людей Их тоже мы многих попробуем Тоже вот захватить в данной лекции Ну просто потому что это кажется довольно важным Чарльз Сандерс Пирс Американский философ Логик Математик и ученый Один из основателей прагматизма И один из самых оригинальных Ну ладно Это уже да Ну вы поняли Ну действительно хороший мыслитель пойдет Основные идеи учения Пирса Прагматизм Точнее прагматицизм Да он называл прагматизм прагматицизмом Ну так скажем Он находился у истоков Имел абсолютное право так сделать Никаких проблем с этим нет Пирс разработал свою версию прагматизма Которую назвал прагматицизмом Чтобы отличить его от более поздних версий Этой теории В частности Уильяма Джеймса Пирс считал что Значение любого понятия Или утверждения Заключается в его практических последствиях Основной принцип прагматизма Пирса Концепция что смысл идеи Заключается в ее наблюдаемых эффектах И в том что она влияет на наше поведение И в том как она влияет на наше поведение Причем важно В том как она влияет на наше поведение Треодическая теория знака В скобочках семиотика Пирс разработал Детализированную теорию знаков Основанную на триодической структуре В отличие от дихотомической Которую предложил Фердинанд де Сассер Для Пирса знак состоит из трех частей Знак Это форма которую принимает знак будь то слово, изображение и так далее. Объект – это то, к чему относится знак, то, что он обозначает. И интерпретант – это смысл или интерпретация, которая возникает в уме наблюдателя. Очень напоминает треугольник Фреги. Ну, так-то. Знак, то есть слово, объект. Да, слово, объект, то есть значение. Значение у непосредственно Фреги. И интерпретант, ну, понятное дело, это, собственно, тут прямо и написано, что это смысл. Буквально, да, смысл, значение и, соответственно, знак. Ну, вот треугольник Фреги только у Пирса. Эта триодическая система связана с его философией познания, где восприятие и понимание постоянно развиваются через интерпретации. Абдукция. Помимо индукции и дедукции, Пирс выделял третий тип рассуждения. Абдукцию, которая является гипотетическим методом вывода. Это процесс формирования объяснительных гипотез, когда вывод строится не на строгих логических принципах, а на предположениях о возможных причинах наблюдаемого явления. Фалибилизм. Пирс также был сторонником фалибилизма, который утверждает, что любое знание является принципиально подверженным ошибкам. Согласно Пирсу, мы никогда не сможем быть абсолютно уверены в истинности наших утверждений, и все знание должно оставаться открытым для пересмотра в свете новых данных и аргументов. Теория непрерывности. Синихизм. Пирс также разрабатывал метафизическую концепцию непрерывности, которую он называл синихизмом. Он утверждал, что мир, знания, реальность являются непрерывными, а не дискретными. И что мышление и восприятие являются частью этого непрерывного процесса. Это отражает его убежденность в том, что истина и реальность никогда не могут быть полностью зафиксированы в точных границах. Ну и это опять же тесно связывается с прагматизмом, опять же, да, с фалибилизмом и так далее, так далее, так далее. То есть, опять же, понятно. Научный метод. Пирс был сторонником научного метода как основного средства достижения в кавычках истинного, ну, видимо, практического в его смысле знания. Он считал, что истинные убеждения формируются в ходе коллективного и систематического исследования. Истина по Пирсу это то, к чему в конечном счете придут все исследователи в результате долгого процесса исследований и проверки гипотез. Уильям Джеймс. 1842-1910 годы. Американский философ и психолог. Один из ключевых представителей прагматизма и функционализма. Его философское учение имело большое влияние на развитие философии и психологии в конце 19-го, начале 20-х веков. Основные идеи философии Уильяма Джеймса. Прагматизм. Ну, кто бы мог подумать, да, конечно, прагматизм. Джеймс считал, что истинность идеи определяется ее практическими последствиями. По его мнению, теории и идеи должны оцениваться по тому, насколько они помогают решать проблемы и вести к успешным действиям. Это концепция истины как работоспособности. Его знаменитая фраза «Истина» это то, что работает. Без комментариев, без комментариев. Вы знаете, как я к прагматизму отношусь, наверное, если вы на моем канале сидите, так что без комментариев. Так вот, радикальный эмпиризм. Джеймс утверждал, что опыт – это основа всего знания. Он отвергал метафизические спекуляции и утверждал, что философия должна основываться на фактах опыта, в том числе субъективного, переживаемого непосредственно. Плюрализм Джеймса. Да, тоже известный его подход, это плюрализм его, собственно. В отличие от многих философов, которые стремились к целостному единому мировоззрению, Джеймс был сторонником плюрализма. Он утверждал, что мир состоит из множества независимых частей, которые не сводятся к единой системе. Да, как-то так. Свобода воли. Джеймс считал, что человек обладает свободой воли и что этот принцип лежит в основе человеческой жизни и морали. Он противопоставлял свою точку зрения детерминизму, утверждая, что действия человека не предопределены и выбор возможен. Религиозный опыт. Джеймс написал работу «Многообразие религиозного опыта», в которой исследовал различные формы религиозных переживаний. Он рассматривал религию с психологической точки зрения и считал, что религиозный опыт имеет реальное значение для человека, независимо от существования или несуществования Бога. В работе «Многообразие религиозного опыта» Вильям Джеймс описывает две основные разновидности религиозного опыта. Религия душевного здоровья, к примеру, католицизм, и религия страждущей души, к примеру, традиционный кальвинизм. Для Джеймса ценность религии заключалась в способности помочь людям обрести позитивное и уверенное отношение к жизни. По мнению ученого, ну философа, религия способствует утверждению у человека верных представлений о самом себе и окружающих условиях, для того, чтобы люди не стали жертвой несовершенства жизни и общества. Многообразие религиозного опыта. Это уже все. Мы переходим к разбору книжки. Краткий разбор книги, я думаю, необходим. Это один из основных трудов Джеймса, в котором он как раз выражает в том числе свое отношение к религии. Ключевой идеей книги стал отказ Джеймса от обсуждения вопросов, связанных с антологией религиозных и мистических переживаний, вместо чего он перенес внимание к психологическим проблемам этих переживаний. По словам Джеймса, психологическая природа религиозного опыта и его философское значение – это с логической точки зрения вопросы совершенно разных порядков. Данная идея затем многократно использовалась в теоретических построениях, касающихся понимания религиозного, мистического и духовного опыта в самых разнообразных направлениях психологии. От бихевиористов до трансперсонального подхода. Джеймс также указал на необходимость отличать практическую ценность какого-либо религиозного феномена от вопроса о происхождении этого феномена. В качестве примера он привел религию квакеров, которая на своей ранней стадии стала моральным образцом для всех остальных христианских секций. Современники ее основателя Джорджа Фокса считали его вполне нормальным человеком. Тем не менее, с точки зрения своей нервной системы, Фокс, по словам Джеймса, был резко выраженным психопатом. Джеймс выступил категорически против физиологических объяснений религиозных переживаний. Он назвал подобный подход медицинским материализмом, поскольку с точки зрения материализма нет ни одного состояния сознания, ни нормального, ни патологического, которое не было бы обусловлено каким-нибудь органическим процессом. То в соответствии с таким подходом атеистический образ мыслей можно объяснить, к примеру, дисфункцией печени. Джеймс отверг распространенную идею о превосходстве науки перед религией, указав, что ценность как научных, так и религиозных воззрений может быть познана только путем непосредственно примененных к ним оценивающих суждений, основанных на нашей собственной интуиции и на добытом опыте, знания об отношениях этих воззрений к нашим моральным потребностям и ко всему тому, что мы называем истиной. В последней лекции Джеймс выделил следующие наиболее существенные черты религиозной жизни. Видимый мир является лишь частью иного духовного мира, в котором он черпает свой главный смысл. Истинной целью нашей жизни является гармония с этим высшим миром. Молитва или внутреннее общение с духом этого горнего мира, Бог это или закон, есть реально протекающий процесс, в котором проявляется духовная энергия и который порождает известные психические и даже материальные последствия в феноменальном мире. Кроме того, религия придает жизни новую прелесть, которая принимает форму лирического очарования или стремления к суровости и героизму. Религия порождает уверенность, спасение, душевный мир и влияет, вливает силы в чувство любви. Ну, в общем, религия мотивирует, ребят. Религия мотивирует. Стронг. В каком смысле это действительно имеет смысл? Это все имеет смысл, безусловно. Это все безусловно имеет смысл. И, конечно, такие высказывания, такие идеи, они восходят к последующей религиозной феноменологии, например. То есть, опять же, стремиться к пониманию и испытанию религиозного опыта через анализ этого непосредственного религиозного опыта. Это все не бессмысленные задачи, безусловно. То есть, в принципе, если мы рассматриваем с точки зрения практики религию, религии практичны. Но в таком же смысле практичны и многие философские течения и направления. И в каком смысле, да, в каком смысле, мы, если очень глубоко копнем в прагматизм, мы можем в целом-то и сказать, что все сойдет. All goes. Фирабан. Да, фирабанский тезис, все сойдет. Хотя фирабан не прагмат... Хотя... Насколько фирабан прагматик или нет? Ну, я об этом редко задумывался, на самом деле. У профирабана есть тоже очень довольно активный прагматистский такой акцент. Если честно, да. То есть, если он не в прямом смысле прагматик, то в принципе просто все сойдет. Ну, и мне кажется, если мы следуем за Джеймсом, в его рассуждениях о религии и не только, мы приходим к тому, что буквально все сойдет. Какая разница, какие идеи мы используем, если в целом каждая из этих идей имеет тот или иной практический, смысл получается. Да, но отсюда и плюрализм получается тоже. Можно, в принципе, взять и исповедовать практически любую религию, любое воззрение, не знаю, любой теории руководствоваться и all goes, сойдет все. Как бы, да. Потому что вот эта религия или вот это научное воззрение или эта теория, она нас мотивирует что-то делать. Исследовать вот это, например, да. Эта религия нас морально как-то нам помогает. Вот эта религия мотивирует нас зарабатывать деньги и делать все нам лучше в жизни самим себе. Вот эта религия мотивирует, не знаю, заниматься спортом. Вот эта религия мотивирует заниматься йогой, долголетием там и еще чем-нибудь. Что, опять же, продляет нашу жизнь, делает ее менее беспокойной, делает ее более здоровой и так далее, так далее, так далее. В таком смысле, действительно же получается, что all goes. Сгодится все. Истинно все, буквально, да. Истинно то, что практично, истинно то, что практично, то, что можно приметь на практике. Но в таком случае истинно все, за редкими исключениями, ну, тех позиций, которые могут оказаться преимущественно вредны. Но опять же, те же самые позиции, которые нам кажутся вредны в одних ситуациях, могут оказаться нам полезны в других ситуациях. И в таком случае мы получаем такой тотальный релятивизм, что ли, у нас выходит. Истинно все. Истинно все. Если мы последовательные джеймс-сеансы, если мы прагматики по типу Джеймса, мы рано или поздно через долгие размышления, понимание других учений, направлений, когда будем узнавать, какую пользу эти направления, учения, его для конкретных людей представляют, мы будем буквально подходить и спрашивать, вот вы какой-нибудь экзистенциалист, какая польза? Вы спекулятивный реалист, какая польза от этого, что у вас в жизни происходит? Вы маг, колдун, эзотерик, какая польза? Вы мистик, какая польза? И тут, если рассматривается еще и психологическая польза, это тоже, да, прагматично и, следовательно, истинно. Ну, мне кажется, мне кажется, да, мне кажется, почти все истинно, потому что практически каждое мировоззрение, каждое воззрение, оно выполняет в том числе терапевтическую функцию. Терапевтическую в том плане, что практически любое мировоззрение вылечивает нас, забивает дыру в нашей душе размером с Бога, как бы, да, это выразились бы, собственно, какие-то экзистенциалисты, опять же. вот. Ну, то есть, в таком смысле, в таком смысле, в таком смысле, да, каждый, скорее всего, придумает ряд фундаментальных причин, почему его мировоззрение является практичным лично для него, какую терапевтическую функцию выполняет рекреационную, терапевтическую, профилактическую функцию, профилактика каких-нибудь негативных эмоций, ощущений, ощущения пустоты, ощущения озлобленности там на мир, ощущения несправедливости, или наоборот, мотивируя себя через ощущение несправедливости, мы приходим к каким-то достижениям, улучшаем свою жизнь, либо наоборот, расслабляемся, то есть, мы понимаем, что жизнь полная отстой, например, какие-нибудь пессимисты, и испытывая некий, конечно, гигантский ужас, можем попробовать каким-нибудь образом отказаться от воли жизни, как это было у Шопенгауэра, да, то есть, улучшить свое положение дел, что бы это ни значило, тем более, если учитывается личный пласт моего личного мнения, вот считаю ли я, что я, например, философию Шопенгауэра, исповедую ее, улучшил свою жизнь, ну, наверное, считаю, типа, я бы так не осознал, что мир это страдание, я бы не был готов к страданиям, если бы я не был готов к страданиям, ну, я бы чувствовал себя хуже, когда бы страдания наступали, для меня это было бы неожиданно, и вообще, да, самые, самые такие жесткие страдательные штуки, они происходят как раз с теми людьми, которые ожидают, что мир это сказочный, прекрасный мир с радужными единорогами, прекрасными замечателями, которые прыгают по полянкам, а ты как принцесса диснеевская, такой весь замечательный и классный, и вдруг тебя, ну, ты вдруг сталкиваешься с несовершенством мира, с другой стороны, и даже такой, такое позитивное отношение к миру, то есть, оптимизм, он тоже носит своеобразную, терапевтическую, рекреационную, и одновременно с этим профилактическую функцию, да, ну, как минимум, очень оптимистично настроенный человек, как это говорится, видит, что стакан всегда наполовину полон, ему всегда хорошо, он такой, ничего себе, это полный стакан, передо мной снова стоит полный стакан, как же это прекрасно, и с этим полным стаканом, соответственно, ну, он терапевтирует себя от пессимизма, от негативных настроений, от состояния общей подавленности, еще от каких-то вещей, параллельно с этим, да, он он лечит себя от таких состояний, и совершает профилактику этих состояний, то есть, делает определенные ментальные операции, которые не дают этим самым состоянием состояться, о, хорошо, да, почти это автология, но звучит красиво, с состоянием состояться, да, так вот, опять же получается, all goes, все сойдет, какие примеры не придумай, all goes, ну, может быть, кроме самых каких-то супервредоносных учений, которые прям вот вообще какому-то супернегативу приводят, и не выполняют терапевтическую, рекреационную, профилактическую функцию относительно каких-то нелицеприятных аспектов, нелицеприятных, каких-то нехороших, пусть будет, аспектов нашего бытия, да, то есть, может быть, какое-то учение подчеркивает, подчеркивает негативные аспекты бытия само по себе, да, то есть, пессимизм, мир, отстой, все плохо, все ужасно, пора, короче, отчаливать, максимально нужно уходить отсюда, да, но при этом пессимизм в среднем дает методы борьбы обычно какие-то, но вот Шопенгауэр дает методы борьбы против страдания, страдания есть страдания факт, со страдания можно бороться, почти буддизм, только уже европейского толка, ну и прям радикальных пессимистов, они, конечно, присутствуют, они имеются, тут же Майнлендер, там какой-нибудь еще кто-то, но их все равно не очень много, даже когда мы рассказываем про какой-нибудь экзистенциализм, где мир, вот у Камю того же абсурден, ужасен, пугающ, люди совершают самоубийство, и это для Камю самый главный философский вопрос, даже в этом плане Камю находит определенный выход через бунт против абсурда, получается, ну как-то так, а те пессимисты, которые преисполнились знанием об ужасах этого мира, лекция о пессимистах, кстати, у нас тоже есть, вот эти самые пессимисты, которые преисполнились ужасами этого нашего мира, они такие, они своей мудрости преисполняются, понимаете, они-то в отличие от вас, жалких смертных, они понимают, как мир устроен, это вы тешите себя иллюзиями и надеждами, они в правде пребывают, понимаете, тоже определенная терапевтическая, рекреационная, профилактическая, практическая функция выполняется, когда человек себя определенным образом осознает и может с помощью того или иного учения, подхода, ну, как угодно с собой крутить, функционировать и так далее, так далее, так далее, так далее. All goes. Это ведет к Ферабанду напрямую, ну, на мой взгляд. Джеймс подробно рассмотрел отношения между наукой и религией, его времени и выступил против предвзятого высокомерного отношения ученых к религии, как пережитку прошлого и набору предрассудков, выразив это в следующих словах. Я могу, конечно, заставить себя вжиться в настроение ученого-сектанта и живо представить себе, что не существует ничего, кроме чувственного мира и признаваемых наукой законов и явлений природы. Но всякий раз, как я пытаюсь делать это, я слышу, как тот внутренний руководитель, о котором писал однажды Клиффорд, шепчет мне, прочь отсюда, заблуждение остается заблуждением, даже если оно называется наукой. И вся совокупность человеческого опыта, поскольку я могу объективно понять его, непреодолимо влечет меня выйти за научные пределы. Да, реальный мир гораздо более сложен, чем это предполагает и допускает естествознание. Типичный антисоентизм, кстати, хороший типичный антисоентизм. Как я и говорил, все серьезные философы, большие, уникальные, это почти всегда антисоентисты. Ну и Джеймс, он антисоентист, но не прям, что уничтожитель науки, крушитель, там, не знаю, убийца научных парадигм, не. Но на самом деле это очень антисоентичный посыл. Это антисоентичный посыл, вот. Ну и он следует напрямую из прагматизма. Опять же, если мы под сиентизмом понимаем не инструменталистские формы сиентизма, а те формы сиентизма, которые строятся, ну хотя бы на фальсификационизме, ну или совсем на объективизме, но объективизм, он признает, что вот законы природы, мир, все, что наука изучает, оно либо реально, ну либо мы довольно близко приблизились к тому, что вот мы познали некую реальность, соответственно. И если мы сейчас не знаем, какова реальность, ну например, у нас в физике имеется там несколько теорий, описывающих гравитацию, да, и они друг другу противоречат, это еще не значит, что мы не можем познать эту самую реальность, да, вероятно, вероятно, мы ее рано или поздно познаем, вот-вот сейчас наука дойдет, вот как мы узнали, что солнце находится в центре солнечной системы, а земля вращается вокруг него, как мы открыли разные виды животных, так же мы откроем собственно и законы природы. Но прагматизму-то не свойственно признавать эти законы природы за истину, ну просто потому, что законы природы сами по себе неизвестно существуют, не существуют. Мы судим о законах природы по косвенным данным, то есть мы не можем, если так банально сказать, потрогать закон природы. Закон природы не является объектом нашего опыта. Объектами нашего опыта являются конкретные события, падение различных вещей, например, не знаю, вот животные перед нами находящиеся, вот например, они ходят, бегают, там не знаю, скачут, вот какая-нибудь трость конкретная у меня в руках создана из металла, вот это объекты моего прямого опыта. А закон не является предметом моего прямого опыта, потому что он распространяется не только на эту трость и на этот металл, из которой трость состоит, а на все металлические трости и вообще на все металлы, если что, то есть закон он имеет такую большую строгую обобщающую функцию, которая описывает некую бесконечную индукцию, бесконечно неполную индукцию, соответственно. Вот. И в этом плане, и в этом плане, ну как-то говорить об истинности науки оказывается, да ладно, об истинности науки в таком не прагматическом смысле, а в смысле теории соответствия, да, то есть вот это вот там закон природы, теория тяготения абсолютно соответствует нашей реальности и она там буквально, этот закон тяготения, он там буквально в эту реальность встроен и никогда и нигде не нарушается за все существование Вселенной. Ну, очень сложно на самом деле, потому что, а вдруг нарушается? Какой процент космоса мы реально исследовали? Ну вот, буквально, вот какой процент космоса мы исследовали? Меньше одного процента, опять же, космос огромен, безграничен, мы даже планеты, мы еле-еле изображения планет получаем каких-то, да, мы не можем проникнуть внутрь планеты чаще всего, когда мы изучаем планету с помощью телескопов, там еще такого, мы что делаем? Спектрограммы с них снимаем, ну окей, какие там вещества находятся, смотрим, ну вот по спектрограмме, да, это довольно косвенный метод изучения, то есть мы не можем, мы не можем практически ни на одну планету навести наш телескоп и досконально увидеть все, что на ней происходит, а может быть на тех планетах законы природы, ну то есть те вещи, которые мы называем законами природы, нарушаются через конкретные факты, мы это проверить-то не можем, по крайней мере пока что, а если смогли бы когда-нибудь, это дело, не знаю, квадриллионов лет, и неизвестно, есть ли квадриллионы лет у нас такие, да, опять же, человеческий опыт все-таки слишком ограничен, и мы всегда имеем дело с катастрофически неполной индукцией, вот, ну то есть, да, получить истинность той или иной теории согласно теории соответствия и полностью внести, теории истинности соответствия, да, где у нас, собственно, истина, это соответствие наших представлений реальности, а закон природы, это как раз получается одна из таких реальностей, крайне трудно, да даже, ну, то есть, чисто доказательно получить такие данные невозможно, это исключительно предмет веры, на самом деле, да, но полезной веры, то есть, опять же, теперь возвращаемся к Джеймсу, но полезной веры, на самом деле, это полезная вера, ее можно использовать, то есть, пока она нам точно не мешает, эта вера присоединяется к определенного рода формулам, опять же, да, эти формулы, они как бы, входят в модели, модели многое описывают, предсказывают, новые открытия, неплохо, на самом деле, да, прагматизм, прагматической точки зрения неплохо, почему бы и нет, так скажем, но верить в это напрямую прагматика, получается, и не может, а как в это верить, ну, зачем? Зачем в это верить, как в объективную истину, в это можно верить, как в прагматическую истину, но тут есть нюансы, в прагматическую истину можно верить буквально, вот во все, во все, что угодно можно поверить, в контексте прагматической истины. То есть, в таком случае истины не одна, а их много. Плюрализм Джеймса, собственно. Плюрализм Джеймса. Но я думаю, мы разживали нормальную идею Джеймса. Понятное дело, не специалист, я читал его давно, соответственно. У меня книжка с Джеймсом, кстати, есть про многообразие религиозного опыта. Как-нибудь надо будет перечитать. В принципе, с теми данными, которые я, собственно, помнил, я поработал и кое-что добавил. И сейчас мы это обсудили. Я надеюсь, довольно ясно у нас получились взаимоотношения с Джеймсом сейчас. Джон Дьюи теперь. Джон Дьюи. Учение Джона Дьюи в философии является частью более широкой интеллектуальной традиции, известной как прагматизм. Философское направление, направление, акцентирующее внимание на практическое значение идей и их влияние на повседневную жизнь. Прагматизм Дьюи имеет несколько ключевых аспектов. которые проливают свет на его взгляды, на природу, знания, опыта, истины и демократии. Основные идеи Джона Дьюи в философии прагматизм и инструментализм. Вот, хорошее слово инструментализм сразу. Джон Дьюи разработал версию прагматизма, которую он называл инструментализмом. В отличие от традиционного взгляда на знание как на отражение объективной реальности, Дьюи считал, что знание является инструментом для решения проблем. То есть, знание не существует само по себе. Оно должно использоваться для практического воздействия на мир. Истина, по его мнению, не является статичной, а формулируется в процессе практической деятельности и взаимодействия с окружающим миром. Опыт как основа философии. Следующая идея. Да, ну, опять же, идея как будто бы Дьюи, но мы это уже недавно слышали. В философии Дьюи опыт играет центральную роль. Он утверждал, то есть Дьюи, не опыт, что философия должна основываться на реальном опыте людей, а не на абстрактных теоретических спекуляциях. Опыт по Дьюи включает не только чувственное восприятие, но и взаимодействие с социальным миром и природной средой. Он подчеркивал, что опыт является динамичным и открытым к изменению в зависимости от контекста и условий. Концепция запроса. Одним из ключевых философских понятий у Дьюи является запрос. Он рассматривал человеческое мышление как непрерывный процесс решения проблем через запрос. Когда человек сталкивался с какой-либо проблемой, он формулирует гипотезы, проверяет их в опыте, а затем выстраивает новые идеи на основе полученных результатов. Это циклический процесс, в котором философия должна помогать людям лучше понимать мир и изменять его. Релятивизм и контекстуализм. Взгляды Дьюи на истину и знания можно назвать релятивистскими и контекстуальными. Он считал, что истины зависят от конкретных ситуаций и условий, в которых они применяются. Знание не может быть универсальным или абсолютным, поскольку оно всегда связано с контекстом, в котором его используют. Это знание, это означает, что философия должна быть гибкой и готова пересматривать свои положения в свете новых фактов и обстоятельств. Этика и моральная теория. В области этики Дьюи предложил концепцию этического натурализма. Он считал, что моральные ценности возникают из человеческого опыта и потребностей. Они диктуются какими-то абсолютными принципами или догмами. Этические нормы, как и знания, должны проверяться на практике и адаптироваться в зависимости от социального контекста. Мораль по Дьюи – это процесс, связанный с постоянным развитием и изменением в ответ на новые вызовы и возможности. Демократия как философский принцип. Демократия для Дьюи была не только политической системой, но и философским принципом, основанным на идее свободного взаимодействия и сотрудничества людей. Он рассматривал демократию как способ коллективного поиска истины и решения проблем. Образование и воспитание, с его точки зрения, играют ключевую роль в формировании демократического общества, так как они способствуют развитию критического мышления, способствуют способности к сотрудничеству и взаимному уважению. Антитеология и антиметафизика. Дьюи выступал против традиционной метафизики, включая идею о существовании неизменных, универсальных сущностей или высших истин, данных свыше. Он считал, что подобные концепции лишь отвлекают внимание от реальных проблем и препятствуют научному и социальному прогрессу. Вместо этого Дьюи предлагал сосредоточиться на эмпирических фактах и их осмыслении. Педагогика как философская дисциплина. Вообще, Дьюи известный педагог, и он прежде всего известен своими идеями педагогического характера. Просто практически все, что мы только что перечислили, это уже было у предшественников Дьюи, понятное дело. И просто повторив это, во многом Дьюи не создал бы себе место в истории философии, науки, педагогики и всего остального. Но поскольку он великий педагог в том числе, причем действительно великий педагог, великий педагог, то есть он великий-великий исследователь в области педагогики, такой один из крупнейших, один из крупнейших исследователей, которые очень много в данную дисциплину вложили. Но вот ввиду этого, в том числе, мы его и подмечаем как очень важного, значимого деятеля интеллектуального, во-первых. А во-вторых, уже ввиду того, что он великий, значимый интеллектуальный деятель хотя бы в одной из областей, мы также рассматриваем его философские взгляды, которые очень похожи на то, что мы только что рассмотрели выше. Педагогика как философская дисциплина. Для Дьюи педагогика и философия тесно связаны. Он считал, что образование должно быть философией на практике, воспитывающей критически мыслящих людей. Философия не может быть оторвана от повседневной жизни. Она должна способствовать решению реальных проблем общества, в том числе через образование. Таким образом, философия Джона Дьюи фокусируется на динамическом взаимодействии человека с миром через опыт, прагматические решения и развитие демократических принципов. Его идеи оказали глубокое влияние на современную философию, социальную теорию, образовательные системы, особенно в тех странах, где ценится критическое мышление и личное развитие. Так, перед тем, как мы перейдем к следующим авторам, я бы хотел остановиться на критическом мышлении. Дьюи, по сути, создатель концепции критического мышления. Он прагматик. В его прагматистском вот этом вот всем налете, да, ну вы понимаете, у него не может быть четкой истины, понятной, очевидной, застопоренной на месте. Практично многое, многое является практичным, как вы понимаете, да. И даже этические взгляды, они практичны в определенном контексте, и они изменчивы, опять же, получается, да. То есть, в каком-то контексте здесь вот этот практический взгляд полезен, этический взгляд, а тут вот этот этический взгляд. То есть, мы можем комбинировать, подбирать себе этику, адаптироваться как угодно здесь, соответственно. Ну, в зависимости от ситуации, получается, от того, что нам выгодно, от того, что практично в данном случае, и так далее, и так далее, и так далее. Как бы мы это ни рассматривали, как бы мы это ни оценивали, да. И, как вы понимаете, в таком случае критическое мышление-то, оно, ну, вполне свободно. То есть, для человека, который располагает прагматическим мировоззрением, если мы еще и к Джеймсу возвращаемся с его плюрализмом, для него открыта площадка для обсуждения огромного количества проблем, но он никогда не будет считать ни одну из этих проблем, особенно таких абстрактных, решенной. То есть, она, та или иная проблема, решается в той степени, насколько мы даем наиболее практическое решение этой проблемы, насколько это практическое решение удачно, при том, что мы всегда можем ожидать более удачного с точки зрения практики решения в данном случае. И поэтому мы сохраняем такое вот критическое положение. Забавно, что в современном мире критическое мышление означает непонятно вообще что. Ну, опять же, да, если мы обсуждаем критическое мышление, мы вообще можем перейти к критикам Канта изначально, это уж совсем, да. Вот Кант обсуждает критику чистого разума, критику практического разума, критику способности осуждения. То есть, вот это первый такой штришок в области критического мышления. Дьюи формулирует концепцию критического мышления, глубоко рефлексивного на самом деле. То есть, это мышление с очень глубокой рефлексией и переосмыслением постоянным. Но в современном обществе, то есть, понятие критического мышления потеряло свое основание вот у того же самого Дьюи. Оно больше не рефлексивное, то есть, да. И более того, вы не то чтобы должны подвергать, блин, там просто непонятно, что оно означает, да. То подвергай все сомнению. Но Дьюи же не все подвергает сомнению, понятное дело, да. То есть, прагматизм сомнению не подвергается у Дьюи, например. И то, что мы должны, да, оценивать все с точки зрения практики, сомнению тоже не подвергается. Это с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, почему мы должны все это сомнению подвергать? Тоже объясни объяснений, там не будет. Просто подвергай все сомнению. Это одна из интерпретаций современного такого критического мышления. Другая это старайся соответствовать научному дискурсу. А где здесь рефлексия? А где здесь сомнения? Какие-то концепции критического мышления, они просто напирают на анализ. Но какая форма анализа нам нужна? То есть, обычно, когда человек, который кичится критическим мышлением, он просто прибегает к научному анализу той или иной дисциплины. Например, биологии, физики, ну какой-то естественно научной дисциплины, скорее, чем какой-либо другой. И вот вам все критическое мышление. То есть, опирайся на догматичные формы анализа. Но у прагматиков-то это, честно говоря, не совсем так. То есть, а вдруг какая-то форма анализа окажется более прогрессивной, чем другая? А вдруг, не знаю, диалектика Гегеля, допустим, внезапно окажется более практичной, чем логика? Почему бы не заменить, как бы? Да, если вы понимаете, критическое мышление свободно себя чувствует на поле прагматиков, но оно плохо себя чувствует на поле непосредственно каких-нибудь объективистов в области науки. В руках каких-то догматичных научных скептиков, которые говорят себе, нужно сомневаться, сомневайся во всем, сомневайся обязательно во всем. Ты должен во всем сомневаться. Ну, кроме науки, ну, во всем должен сомневаться. То есть, тут сомнение не выступает каким-то феноменальным актом, ощущением, да, которое в человеке присутствует, вот таким вот ощущением опустошенности от догм, от мнения, от убеждений. Не-не-не-не-не-не-не-не. А сомнение в этом догматическом научном дискурсе, критическом мыслящем якобы, да, это догма, которую нужно добиваться, но при этом у вас не хватает рефлексии для того, чтобы признать, что вы не сомневаетесь в научных убеждениях, научной методологии, научных методах анализа. Здесь как бы подью, это не в рефлексию у нас уводит, по сути-то, тут рефлексии вообще ноль, ноль рефлексии. Такое современное, современное научное критическое мышление, которое просто, ну, кичится какими-то тезисами, какими-то слоганами, слоганами, отличное слово, слоганами кичится, да. То есть, как-то получается так, то есть, Дьюи разработал определенную педагогическую модель критического мышления, которую надо развивать у свободных людей. Эта модель хорошо ложится на прагматические убеждения, но она плохо ложится на убеждения другого рода, то есть, например, на религиозные она ложится предельно плохо. Трудно быть религиозным человеком с критическим мышлением не потому, что критическое мышление – это вах, как круто, им обязательно надо владеть. Просто потому, что, ну, это чуть ли не, ну, это не то, что мы можем даже противоречить, а конфликт вызывает. И более того, если бы мы следовали критическому мышлению у Падьюи, мы бы столкнулись с тем, что в нашем сиентическом мировоззрении это тоже вызывало бы точно такой же конфликт. То есть, критическое мышление конфликтовало бы с научным догматическим мышлением, где у нас объективные какие-то познающие методы, самые эффективные, самые лучшие, самые классные, и в науке все круче всего, чем где-либо, и наука – это суперкласс, понимаете? Но ученые, сиентисты и прочие любители вот всего вот этого критического мышления, они это критическое мышление для себя переделали, чтобы им было удобнее, понятное дело, да, чтобы не пришлось подстраиваться под прагматизм, уходить куда-то в инструментализм глубоко. Не-не-не-не-не-не, это работа не для нас. Зачем нам более плюралистическое мировоззрение выбирать? Не-не-не-не-не, мы просто будем говорить, что у нас критическое мышление, а вот те веруны, они просто верят, просто верят без оснований, да? Как-то так. В общем, проект Дьюи по критическому мышлению – это неплохой проект в своем источнике, в корне, но, к сожалению, в итоге из него получилось, черт пойми что, потому что этот проект ушел сильно в народ, он ушел далеко из педагогики, критическое мышление стало одним из фундаментальных тезисов такой сиентической пропаганды и, к сожалению, потеряло свое исконное первоначальное значение и вместо этого значения получило ничего интересного, да, ничего хорошего не получилось, никакого хорошего значения. Вот. Как-то так. Следующий. Автор – Джордж Герберт Мид. Социолог и философ, который связал прагматизм с социальными науками, особенно в области теории символического интеракционизма. Он подчеркивал возможность коммуникации в формировании личности и общества. Основные работы – разум, самость и общество. Основной аспект философского учения Мида – социальное происхождение «я». Мид утверждал, что человеческое «я» формируется через социальные взаимодействия. Личность человека не является врожденной, а развивается в процессе коммуникации и участия в социальных процессах. Он выделил два аспекта личности. «Я» – это активная и спонтанная часть личности, выражающая инициативу, индивидуальность. «Меня» – это социальная часть, которая формируется на основе того, что человек видит себя глазами других, подстраивается под социальные нормы и ожидания. Вторая основа философского учения Мида – это роль символов. Мид подчеркивал важность символов, особенно языка, в развитии мышления и общества. Язык – это главный инструмент, через который люди взаимодействуют. Символы, слова, жесты позволяют людям обмениваться идеями и координировать свои действия в социальной среде. Этап развития личности. Мид рассматривал развитие личности как процесс, который начинается в детстве. Стадия игры. Ребенок играет роли, копируя поведение окружающих, например, родителей, что помогает ему осознавать социальные роли и развивать «меня». Стадия игры по правилам. Ребенок начинает осознавать правила игры и перспективы других людей, развивая способности к сотрудничеству и координации. Обобщенный другой. На последней стадии человек начинает осознавать точку зрения общества в целом, развивая способность действовать в соответствии с социальными нормами и ожиданиями. Социальный процесс по Миду. Мид рассматривал общество как постоянный процесс взаимодействия между людьми, где индивидуальное поведение и общественные структуры формируются одновременно. Таким образом, общество и личность существуют в неразрывной связи. Личность формируется в процессе социализации, а общество через взаимодействие личностей. Прагматизм и социальный процесс. В философии, как философ-прагматист, Мид считал, что истина и знания возникают через практическое взаимодействие с миром. Он утверждал, что мы понимаем мир через участие в социальных действиях и взаимодействиях, и что эти действия определяют наше понимание реальности, влияние, влияние и значение. Учение Мида оказало огромное влияние на социологию, психологию и философию. Его идеи о символическом взаимодействии легли в основу теории самосознания, коммуникации и социального поведения. Следующее имя это Оливер Уэндл Холмс-младший. Американский судья и философ права, который применял прагматистские идеи к юриспруденции. Его труды оказали большое влияние на развитие правовой мысли в США. Основные философские идеи Холмса. Правовой реализм, во-первых. Холмс утверждал, что право это не набор фиксированных принципов, а живой инструмент, который должен адаптироваться к изменениям в обществе. Он критиковал традиционное представление о праве как о чем-то неизменном. Подчеркивая, что судьи должны учитывать реальность и последствия своих решений. Предсказуемость права. В одном из своих наиболее известных высказываний он сказал, что жизнь закона не логика, а опыт. Холмс показал, что основная задача закона обеспечивать предсказуемость поведения. Чтобы люди знали, какие действия будут караться или поощряться. Он считал, что роль суда заключается в предсказании того, как государство применит силу в случае нарушения норм. Скептицизм в отношении естественного права. Холмс критиковал теорию естественного права, которая предполагает, что существует универсальное, объективное, моральное основание для всех правовых систем. Он считал, что закон это скорее социальный инструмент, созданный людьми для регулирования своих отношений, чем проявление некой высшей справедливости. Свобода слова. Холмс также был известен своей поддержкой свободы слова. В 1919 году он стал автором решения по делу Шенк против США, где он впервые ввел в юридический лексикон термин «ясная и настоящая опасность», который стал важным критерием при рассмотрении дел, касающихся свободы выражения мнений. Эволюция права. Холмс считал, что закон развивается по мере того, как развивается общество. Он применял концепции дарвинизма к праву, полагая, что наиболее эффективные правовые принципы выживают, в то время как неэффективные исчезают. Основные связи Холмса с прагматизмом. Право как инструмент практики. Центральное положение Холмса это, что жизнь закона не логика, а опыт. Очень созвучно прагматическому мышлению. Прагматизм подчеркивает важность реальных последствий и практического действия. Вместо теоретической абстракции. Холмс видел право как инструмент, который должен служить практическим целям общества, а не следовать за отвлеченными логическими принципами. Опора на последствия. В своих решениях Холмс придавал большое значение тому, какие последствия порождает закон или судебное решение. Это фундаментальный аспект прагматизма. Оценивать истину или правильность идеи на основе их последствий в реальном мире. Холмс был готов пересматривать правовые нормы, если они переставали соответствовать изменяющимся потребностям общества. Что также согласуется с прагматическим подходом. Скептицизм в отношении универсальных принципов, как и другие прагматисты, Холмс был скептичен по отношению к идее универсальных неизменных принципов. Таких как концепции естественного права. Он считал, что законы и нормы не могут быть вечными. Они должны меняться в зависимости от практики реалий и нужд времени. Это коррелирует с прагматической идеей о том, что истина не абсолютно, а зависит от контекста и практической пользы. Влияние Уильяма Джеймса. Холмс был близким другом Уильяма Джеймса, одного из основателей прагматизма. Джеймс, философ-психолог, оказал влияние на многие интеллектуальные круги того времени, включая Холмса. Они разделяли взгляды на природу опыта, изменение общества и адаптацию идей к реальной жизни. Эволюция идей. Подход Холмса к праву был во многом основан на концепции эволюции и постоянного изменения, что перекликается с прагматической верой в развитие идей и их адаптацию к новым условиям. Он использовал идеи из биологии, особенно из дарвинизма, для объяснения того, как право должно меняться, чтобы быть полезным и эффективным. Заключение. Хотя Холмс не писал о прагматизме в философском смысле, так как это делали Пирс или Джеймс. Его подход к праву и его философии судебной практики глубоко укоренены в прагматистском мировоззрении. Он считал, что правовые нормы должны адаптироваться к опыту и реальности, а также что основной целью права является достижение реальных полезных последствий для общества. Так, давайте здесь мы сделаем паузу, то есть закончим это видео на данном-данном сегменте. И я потом, следующая лекция будет посвящена уже неопрагматизму, там прагматизму 20 века, неопрагматизму и другим течениям, которые с прагматизмом связаны. Это связано с техническими проблемами, во-первых. А во-вторых, ну так даже в каком-то смысле удобнее будет, более разделенно и более хорошо и более классно. Две лекции вместо одной. Как вам такое, друзья? Неплохо? Неплохо, я считаю. Так вот, ну тогда большое спасибо Виталию Скорику за заказ. Большое спасибо всем, кто слушал. Большое спасибо всем, кто это воспринимал, друзья. Люблю, уважаю, респектую. Первая лекция закончилась, получается.